Минюст Российской Федерации сегодня включил 9 журналистов и 3 компании, в том числе Беллингкет, в число иностранных агентов. Тут толпа журналистов, куча всяких структур, которые сразу же включились. И правильный вопрос, никакого Муратова не включили в иностранный агент. Казалось бы, там должна оказаться новая газета. Но нет, она не оказалась, потому что она работает на деньги, которые крадет генерал-лейтенант ФСБ. И вот смертность в Российской Федерации в августе выросла на 32,5%, а рождаемость снизилась на 1%. Рождаемости и так никакой не было, она превышает. То есть, рождаемости никакой не было, она настолько низкая, что жуть. А смертность превышает все мыслимые пределы. И каждый месяц она увеличивается. Нам рассказывают, что это от коронавируса, на самом деле, это воронье. Понятно, что если этот коронавирус стоит в 17-м в позиции в ООН по смертности, первые сердечно-сосудистые, онкологии и так далее, и так далее, и только в 17-м стоит этот коронавирус, так, наверное, в России не от этого помирает. Пишут, что в Нижнем Новгороде какого-то активиста Алексея Поднебесного пытаются в дурдом определить, не знаю, что... Ну, сегодня, по крайней мере, его задержали, везли на скорой помощи в дурдом. Чем закончился, не знаю. Поэтому надо иметь в виду, держать, как говорится, ухвостро. И информацию нужно получать, чтобы проанализировать. Но понятно, что Путинцы сейчас будут пользоваться, с Шаваном Габушевым у них прокатило очень хорошо, и сейчас они будут этим пользоваться по полной программе. То есть, совершенно здоровых людей будут загонять в психушку. В Саратской области чиновница обвинила блогера в изнасиловании совершенно летней. То есть, из Хвалынска какая-то Елена Шараевская, это замглавы района, а к ней пришел 22-летний блогер, снимал на видео, там, и так далее, и так далее. И, значит, вот эта Шараевская написала на нее заявление об изнасиловании 15-летней Саши, написала, что та беременна, и что пыталась, значит, наглоталась таблеток, пыталась уйти из жизни. Оказалось, что она действительно глоталась таблеток, но по другой причине. А экспертиза показала, что она девственница, и, кроме всего прочего, она не знает о том, что ее кто-то пытался изнасиловать. И вот эта вот тварь Шараевская это написала заявку. Представляете, если бы там полиция надавила на эту Сашу, на судмедэксперта, и все, и этот Максим Макаров уехал бы, куда Макар телят не гонял, и вот где-нибудь ему швабру бы засунули. Можете себе представить, какие мразики? То есть, кончено. Говорят, эта тварь еще и ранее судимая, но поэтому у нее такие попытки. То есть, это чисто колонистские привычки, подставить кого-нибудь. Жуткие дела. Маленькие дети погибли при пожаре в Кузбассе. Опять двое детей в Кемеровской области. Пострадавшую 36-летнюю мать увезли в больницу в Оренбургском селе, где отравились жители. Алкоголь продавали в единственный магазин, который назывался «Удача». И вот так вот, видите, «Удачно» там в кавычках продали алкоголь, что 21 человек на том свете, всего установлено 37 потерпевших, 21 умер, пятеро детей остались без родителей, сиротами. Жуткие дела. Кто травит людей, кто наливает метиловый спирт. Понятно, что если метиловый спирт попал, то это будет тяжелое отравление, слепота или гибель. Значит, это делается сознательно. В Канаде гуляющий по дороге лось сопровождался эскортом с мигалкой. То есть, это не Россия. Здесь в России передавили всех лосей, а в Канаде, видите, берегут их. Там гораздо больше, но их при этом берегут. А вот следователи задержали в Москве вице-президента группы компании ПИК. Ну, то есть, это по развитию региона, по ОТК самолета Александра Лафеля в рамках расследования уголовного дела о мошеннице в особо крупных размерах. Ну, а все мошенники, но вы понимаете, задерживают только тех, кого надо задерживать. То есть, кто там как-то форшматился, находится в противоположном лагере и прочее, прочее.